Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очередной кружок изучающих капитал Ну и прежде чем начать нашу сегодняшнюю тему Производство относительной прибавочной стоимости Мне бы хотелось ненадолго вернуться в тему нашу прошлую О массе прибавочной стоимости Там у нас была некоторая дискуссия возникла И некоторое непонимание в ходе обсуждения И некоторым товарищам это не очень понравилось Но я думаю, что это, во-первых, неизбежно Потому что у нас здесь не лекция, когда преподаватели заранее готовятся Внимательно мы тут репетируем И спектакль перед вами разыгрываем У нас здесь, так сказать, живое мероприятие Со всеми вопросами Это во-первых И во-вторых, вопрос там был действительно непростой Вот, по крайней мере, я так лично замкнулся на том Что в результате удлинения рабочего дня Почему было непонятно Почему капиталисту выгоднее продлевать рабочий день Чем нанимать новых рабочих На самом деле, вот если вы вспомните те формулы Что мы тогда изучали Там, конечно, из этих формул все выглядит совершенно однозначно Рабочему платят по стоимости рабочей сиры Вне зависимости от добавленной, от прибавочного времени И поэтому, конечно же, проще удлинить время Протя рабочему столько же и дешевле Чем нанимать другого рабочего Другое дело, что вроде как все наше естество при этом восстает Это кажется противоречащим здравому смыслу И тому, что мы вроде как наблюдаем вокруг Ведь если привлекать к дополнительной работе человека То ему надо это оплачивать И как у нас сейчас принято Первое, там, два часа в полуторном размере Дальше в двойном размере А при Марксе было сразу в двойном размере На самом деле это не так И здесь в полной мере работает вот этот закон Который не очевиден Но который на самом деле работает очень надежно Хоть работай, хоть сачкуй Все равно поручишь Стоимость в зарплату Стоимость своей рабочей силы И хотя вроде бы как Это опровергается тем Что конкретный рабочий Проработав на два часа больше Он заработает больше Чем его коллеги Которые ушли домой Восемь часов Отработав восемь часов Но на самом деле Маркс смотрит не на конкретные какие-то случаи Маркс смотрит на случаи массовые На большом числе предприятий А и даже вот тот рабочий Который отработал два часа дополнительно Далеко не факт Что он эти деньги Поручит за сверхурочные Потому что Всяк кто знаком с производством на деле Знает Что сверхурочные работы Зачастую учитываются Совершенно отвратительно И сплошь и рядом Сверхурочное Отработанное время Оно не оплачивается Это во-первых Во-вторых Мы уже говорили о том Что если в массовом масштабе Начнут рабочие А Маркс работает только с большими Так сказать числами Он То Если в массовом масштабе Рабочие начнут работать сверхурочно То их зарплата неминуема Опять придет к стоимости рабочей серы Вместе со всеми этими сверхурочными А человек который захочет работать в этих условиях В 8 часов Без сверхурочных Он уже не сможет выжить У него не будет стоимость рабочей серы Даже вот в том понимании Крайне куцам Которая она сейчас существует А соответствовать Не будет получать он стоимость своей рабочей серы Вот это существенный момент И его надо иметь в виду То есть На самом деле От продолжительности рабочего дня Вот как-то непарадоксально звучит И от производительности труда работника Зарплата не зависит Зарплата зависит от стоимости рабочей серы Хотя все работодатели кричат совершенно о другом Что хочешь больше получать Больше работой И так далее На самом деле это не так И мы видим Это я думаю примеры могут привести Что люди которые больше работают На самом деле живут беднее И Маркс об этом говорит Чем длиннее рабочий день Тем ниже заработная плата Это вот такой закон И он работает На больших числах Ну а какой-то там конкретный случай Он может быть да Из закона вон выходить И таким образом Вот то что мы говорили Совершенно очевидно Что конечно же просто увеличивать длину рабочего дня При той же оплате труда Это гораздо выгоднее Чем нанимать нового работника И это тогда совершенно понятно и однозначно Так прошу прощения Что столь длительно потратил время на обсуждение Ну а что мы можем сказать по поводу сегодняшней темы Как оно называется Скажите пожалуйста А что я не так скажу Понятие относительно прибавочной стоимости Понятие Да А я сказал производство относительно прибавочной стоимости Ну не производство это отдел 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 Начинается с понятия Да Ну значит я надо Наверное как в диалектике Движение вперед То есть Для того чтобы длиться вперед Надо вернуться Разогнаться Назад Поэтому наверное нужно вспомнить Вкратце хотя бы Шторм мы рассматривали И что Маркс рассматривает До производства Или понятия относительно прибавочной стоимости А именно Абсолютно прибавочной стоимости А вот такое слово говорит Из производства абсолютно прибавочной стоимости А когда он слово Абсолютный как раз произнос Ну это можно открыть и посмотреть А так отдел называют А ну это то что мы Сейчас То что мы в прошлый раз До прошлого раз В прошлый раз мы рассмотрели норму А ну норму Да 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 Короче говоря Производство относительно прибавочной стоимости Идет После рассмотрения Абсолютной прибавочной стоимости Можно вспомнить Каким образом она получается Вот Маркс дает определение Лишь Две понятия Можно зачитать Можно сказать своими словами Что прибавочную стоимость Производимую путем удлинения рабочего дня Я называю абсолютной прибавочной стоимости Нет Эти слова он произносит В изучаемом нами сегодня разделе Но это он подытожит то что он рассматривал Но слово этого он раньше не говорил Абсолютная прибавочная стоимость Где мы его в первый раз видим Именно вот здесь Раньше он был костер прибавочной стоимости А понятия такого у него раньше не было Хорошо А что было Все зашелестили Огромлением Не знаю А дел третий Читаю Производство абсолютно Да вы что Прибавочной стоимости Так называется Это мы год тому назад Производство абсолютно Прибавочной стоимости Совершенно верно То есть вот мы подытожили Отдел третий Который рассматривали Стоп Мы этот отдел рассматривали даже на прошлом занятии Он длинный этот раздер Мы закончили нормой массы прибавочной стоимости Да Это все отдел Раздер Который включает все вот эти Да Слушайте Это я чего-то забыл А этот вот раздел Производство относительно прибавочной стоимости Мы сегодня приступаем Сегодня приступаем Приступаем Большой раздел Первой главе его Она да Да Понятие относительно прибавочной стоимости Да 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 Вот он когда произносит первый раз эти слова Абсолютная прибавочная стоимость Так А что товарищи могут сказать по этому поводу Как уже я сказал Так это А там он определял абсолютную прибавочность Там он не употреблял таких слов Раздел назван Раздел назван Вся суть вот этого отдела посвящена Абсолютной Абсолютной Рассмотрению Абсолютной прибавочной стоимости Не будем придираться к Марксу Да Рабочий день делится на необходимое прибавочное время Вот здесь у нас нарисовано Да У нас вот нарисовано Здесь рабочий день Это акция Да Аб отрезок Это необходимое время Которое За которое Рабочий отрабатывает ту стоимость Которую потратил Производ стоимость необходимую Для воспроизводства Такое Существование Ну да Воспроизводство рабочей силы Отрезок БЦ показывает Прибавочное время За которое он производит Дополнительную стоимость И которую присваивает капиталист Прибавочную стоимость Ну она же стоимость Он ее производит Но она прибавочная Прибавочная стоимость Это термин А дополнительная Это просто так Можно сказать Тут Маркс говорит о том Что если Капиталисту Захочется увеличить Прибавочную стоимость Для себя То он может Просто взять И не додать Рабочему денег Но это получается Тогда что Мы как бы Пока обсуждаем Ситуацию Когда рабочий Получает Зарплату По стоимости Соответствующей стоимости Рабочей силы Хотя Маркс там Дерает оговорку Что на практике Это практикуется Сплошь и рядом Особенно Нынешней России Да Но нам Чтобы так сказать Теоретически Рассматривать Мы пока Рассматриваем вариант Когда оплачивается По стоимости И в общем Мы хотим Какой-то другой вариант Не такой простой Как не доплатить Рабочему А все-таки Чтобы рабочая сила Могала воспроизводиться И оплачивать По стоимости И вот Какой же это Такой вариант Который бы По сути нам То есть Капиталисту Что надо Ему нужно Увеличить Отрезок ПЦ И как это сделать Ну можно Еще один вариант Увеличить Вот рабочий день А можно Увеличить Прибавочное время Потому что Прибавочное время Рабочий произведет Прибавочную стоимость Это можно сделать Это можно сделать Двумя путями Можно сделать Путем увеличения Рабочего дня И тогда Вот отрезок Ц Дельция штрих Это и будет То самое То самое Прибавочное Абсолютное 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 Время За которое Будет Приведена Абсолютная Прибавочная Стоимость Как дельт Хотя Здесь Вот Ну а Есть еще Один вариант Сдвинуть Точку Б Из пункта Б В пункт Б штрих Да И это Ну то есть Как это Нужно Можно А чего Она может Сюда Сдвинуться Вот Чтобы Ее Сдвинуть Получается Нужно Тот же Объем Товаров Которые Необходимы Для воспроизводства Стоимости Рабочей силы Произвести За более Короткое Время За Аб Штрих То есть Надо Чтобы Во-первых Первый Путь Это понижение Стоимости Рабочей силы За счет Того Что падает Стоимость Товаров Непроизводимых Данным Капиталистам А скажем Он производит Сапоги А упала Стоимость На рубашке Да Старорабочему Нужно Меньше Средств Для покупки Рубашек И стоимость Рабочей силы Упала То есть Маркс там Говорит Он говорит Что удешевление Не всяких Товаров Ведет К удешевлению Рабочей силы А только Удешевление Тех товаров Которыми Пользуется Рабочий Причем В эту группу Товаров Он включает И такие Товары Скажем Стоимость Средств Производства Для Производства Товаров Потребляемых Рабочим Скажем Если Упадут Цены На ткацкие Станки Для производства Рубашек То это Отразится На стоимости Рубашек И соответственно Опять же Таким образом Опять же Отразится Но вместе Есть и такие Товары Пишет Маркс Которые Не отражаются На стоимости Рабочей силы Потому что Никакого отношения Не имеют К рабочим Да Вот И еще он пишет Там такое Слово Ратинское Про Танто Да То есть Удешевление Товаров В той степени То есть Каждый товар Он в какой-то В той или в той Степени Удешевляет Рабочую силу В какой рабочей Им пользуется То есть Рабочий Если Там Три рубашки За год Снашивает То значит Удешевление Рубашек Оно Вот Такую Величину Эту стоимость Рабочей силы Уменьшит Но он не только Рубашки Снашивает Поэтому В какой-то Пропорции Такой Вот Про Танто Как пишет Маркс Это один Путь Да Нет Дальше Его развивать Совершенно Правильно Первый шаг Сделан А из этого Из того Что вы сказали Возникает Вопрос В силу Каких Это обстоятельств В силу Каких Изменений Внутри Производства Стоимость Средств Существования Для рабочего И его семьи Вдруг Понижается И да Это ответ Это Рост Производительности Труда Ну вот Я такого Термина Вроде Макс Пишет Такой Терм Производительная Сила Можно И так И так А он Пишет Где-нибудь Макс Производительность Труда Я вот Смотрел Чего-то Такого Термина Сейчас Мы говорим Производительность Труда Производительная Сила Да Единственная Труда Это безусловно Схова Единица Товар Единица Товар Производительность Труда Вот Тут Есть Достов Десятки Да По индексу Смотришь Тут Значит Это Макс Ищет Скорее Тридцати Ну Как Выделение Выделенных Страниц Ну я думаю Не надо Срепляться Термин Понятно Да Мы сейчас Империалистические Страны А вот У Ленина В работе Империализм Какую еще Стадию Капитализма Какой Империалистский Империалистский Поэтому Давайте Здесь Время Не сменяется Все Ведь Тут Для Конкретного Данного Капиталиста Он же Сам Не может Понизить Стоимость Рабочей силы Своего Рабочего А дальше Может Штрих Сдвинуть Может А Маркс Дальше Пишет Что Значит Может Он понизит Если Он Свою Производительность Труда Увеличит Вот Я об этом И хотел Сказать А ну Давайте Разматывайте Ну Собственно Вот Он же Не может Взять Если У него Допустим Там Какой-то Совсем Другим Неткацкими Станками Занимается Он не может Понизить Стоимость Рубашек Для своего Рабочего А на своем Конкретно Предприятии Он может Звинуть Вот это Б штрих То есть Уменьшить А Б штрих Отрезок Вот этот Отрезок Он может Увеличив Производительность Труда На своем Производстве Для этого Ему нужно Соответственно Какие-то Новые Болепроизводительные Станки Поставить В общем Оборудование И Через это Сделать Болепроизводительным Труд Своих Наемных Работников То есть Это Имеется Ввиду Не заставить Рабочего Быстрее Бегать Тогда Интенсивность Труда Вырастает А именно За счет Оборудования Значит Вот это Помешится И вот Значит У нас Скажем Теперь рабочий Производит Вот этих Предметов Каких-то Там За смену Не 12 А 24 Приводит Марс Причем Пускай Эти предметы Даже не имеют Никакого отношения Там К стоимости Рабочей серы Это не рубашки Ничего там Гизель Снарядов Скажем Он Те Которые Капиталист Куда-то там Продает Вот он Продает Теперь Производит Теперь не 12 А 24 И что Мы тут Видим Как вот Отсюда До снижения стоимости Рабочей серы Какой здесь Шаг Значит Капиталист Теперь Может Продать За ту же Смену Вдвое Больше Своего Товара Да Стоимость Товара Состоит Не только Из стоимости Рабочей серы Рабочего Это еще И стоимости Средств Труда Марк В своем Примере Рассматривает Случай Когда стоимость Средств Производства В этом товаре Она равна Стоимости Рабочей силы Силы Ну предположим Новой стоимости Новой стоимости Да 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 Новой стоимости Да Стоимости Которую Которая Прибавлена На его предприятии Там по 6 шиллингов Да Вот Если он будет Продавать Продавать Это самое Свои товары По той же цене Что и раньше То мы увидим Что у него Время Необходимое До производства Оно Время Прибавочное Оно Вырастет А время Необходимое Оно Упадет То есть Там еще надо Этот Важный момент Вывод сделать Что В результате Роста Производительности Труда Вот В вашем Примере Индивидуальная Стоимость Производства Товаров На данном Предприятии Да Да Она будет Меньше Чем Но это не Общество То есть Поэтому Цена А формируется Ну продаются Товары Или формируются По общественной Стоимости По общественной Стоимости Давайте мы Вспомним Что это такое Ну это Цена При которой Производится Подавляющая Масса продукции При средних Условах Производства При средних Производительности Труда Как правило В практике Вот если Возьмем Сто предприятий И тут Девяносто Предприятий Имеют Такую Производительность Труда У кого-то Меньше Да А у кого-то Вот у данного Передовика У него Больше И таким Образом Рабочий Даже Прежнюю Свою Стоимость Рабочей Силы Он В таких Условиях Зарабатывает За Меньшее Время И Причем Здесь Маркс Пишет Что Раз Капиталиста Производить За ту же Единицу Времени Рабочий Его вдвое Больше Продукции То Соответственно Ему Нужно Расширение Рынка Сбыта Поэтому По прежней Цене Ему Продавать Нерационально И Маркс Пишет Что Он Продает По Цене Несколько Меньшей Чем Цена Обусловленная Общественной Ниже Общественной Стоимости Но Чуть Выше Чем Его Стоимость Индивидуальная Да Поэтому Все равно Получается Что Рабочий День Хотя Необходимое Время Для Производства Сынки Средств Необходимых Для Воспроизводства Рабочей Сиры Она Не в два Раза Здесь Уменьшается Она И там Кстати Не в два Раза Уменьшалась Я не то Говорю Потому что Еще раз Тут же И стоимость Средств Производства В кое Стоимость Товара Но Она Уменьшается Несколько Меньше Но Все равно Она Уменьшается И вот Эта Малина Будет Наблюдаться До Какого Момента До Тех Пока Новый Способ То есть Новая Техника Не Владеть Всем Производством Капиталисты Данной Отрасли Да Подавляющая Часть Капиталист Не Да Так И уже Технику И Выше И вот Тут Мы уже Смотрим Если Это Производство Товаров Которые Входят В стоимость Рабочей Сиры Тогда Стоимость Рабочей Сиры При этом Упадет Потому что Упадет Общественная Стоимость Этих Товаров И Упадет Стоимость Рабочей Сиры А Если Нет Скажем Какие-то Дорогие То Тогда У нас И Вернется Все На Круги Своя И Перестанет Здесь Надо Капиталист Что-то Новое Внедрять Чтобы Опять И В этом Вот Зарог Бурного Развития Вернее Не Зарог А Источник Бурного Развития Производительных Сир При Капитализме Промышленной Революции Вот Этот Бич Он Все Время Подстегивает Капиталиста Если он Совсем Ничего Не будет Внедрять Он Разорится А Если Он Будет Медленнее Внедрять У Него Будет Меньше Его Прибавочная Стоимость Да Отправляемая В доход Если Он Будет Держаться Наравне Со Всеми У Него Будет Все Время Это Одна И Та Ж Прибавочная Стоимость Но Если Он Будет В Лидерах То Он Периодически Будет Вырваться Вперед И На Этом Основании Срывать Куш Себе Поэтому Это Вот Сильнейший Стимул Для Капиталиста Поднимать Производительность Труда В Эпоху Свободной Конкуренции В Эпоху Свободной Конкуренции Да Которую Уже Не Вернешь Хотя Некоторые Так И Мечтают Там Оказаться Из Либералов Да А Меня Спросили Фашизм Это Реакционное Явление А Реакционное Это Реакционное Явление Которое Тянет Назад А Назад Это У Нас Капитализм Свободной Конкуренции Тянет Ли Фашизм В Эпоху Свободной Конкуренции Тоже Ну Ладно Это Мы Отвлеклись Это Мы Отвлеклись Не Назад Топ Отношение Затрудняет Борьбу Наверное Надо Подытожить О Дать Определение Понятия Абсолютной Относительной Прибавочной Стоимости Так А мы С этого Начали Вот Кстати Определение Абсолютной Прибавочной Стоимости Оно Понятие Да Определение Оно Дается Марсу Не В Главе Где Не в предыдущей Главе А Где Вот На Почти Двух Страниц Текущего Раздела Здесь Вот Кратим Прибавочную Стоимость Производимую Вот это Надо Да Производимую Путем Удлинения Рабочего Дня Я называю Абсолютной Прибавочной Стоимостью Напротив Ту Прибавочную Стоимость Которая Возникает Вследствие Сокращения Необходимого Рабочего Времени И Соответствующего Изменения Соотношения Величин Обеих Составных Частей Рабочего Дня Я называю Относительной Прибавочной Стоимостью Ну то есть Здесь Как бы Легче Сопоставить Сразу Дуплетом И Абсолютную И относительную Прибавочную Стоимость Хотя Вот Чисто Логически Казалось бы Лучше И в начале Предыдущего Раздела То есть По графикам Когда мы Увеличиваем Меняем Прибавочную Стоимость Двигаем С до С штрих Это мы Абсолютную Прибавочную Стоимость Получим А когда Мы Б Двигаем В точку Б Синий Это Относительная А красная Это Абсолютная То есть Здесь Мы Получим Относительную Прибавочную Стоимость Товарищи У меня У меня Еще Дьявольски Сообразно Тут Зачитать Проследний Абзац В этой Граве Десятой Таким Образом При капиталистическом Производстве Экономия На труде Получающаяся Вследствие Развития Производительной Сиры Труда Отнюдь не Имеет Целью Сокращения Рабочего Дня Она Имеет Целью Лишь Сокращение Рабочего Времени Необходимого Для производства Необходимого Проопределенного Количества Товаров Если Рабочий Вследствие Повышения Производительной Своего Труда Начинает Производить В течение Часа Скажем В 10 Раз Больше Товаров Чем Раньше И Следовательно На каждую Штуку Товара Употребляет В 10 Раз Меньше Рабочего Времени То Это Нисколько Не мешает Тому Что Его И теперь Заставляют Работать Прежние 12 Часов В день И Производить В 12 Часов 1200 Штук Товара Вместо 120 Его Рабочий День Может При этом Даже Удлиниться Так что Он Будет Теперь В течение 4 Часов Производить 1400 Штук И так Далее Вот Поэтому У экономистов Такого Пошиба Как Мак Курох Юр Синьор И так Далее Вы На одной Странице Читаете Что Рабочий Должен Благодарен Капиталу За Развитие Производительных Сир Сокращающее Необходимое Рабочее Время А на Следующей Странице Что Рабочий Должен Доказать Эту Свою Благодарность Работая На Будущее Время 15 Часов В день Вместо 10 При Капиталистическом Производстве Развитие Производительной Сиры Труда Стремится Сократить Ту Часть Рабочего Дня Которую Рабочий Употребляет На Удешевление Товаров Обнаружится При Рассмотрении Отдельных Методов Производства Относительно Грибавочной Стоимости Которую Мы Теперь Переходим Дальше Идет Глава 11 Ко Операция Вот так Вот Там Еще Можно Вспомнить Марц Возвращается В закон Стоимости В закон Определения Стоимости Общественно Необходимой Затратами Труда И Выявляется Такое Противоречие То Is Как Влияет Рост Производительности Труда На Величину Стоимости Снижает Стоимость Совершенно Верно То Рост Производительности Труда Снижает Стоимость Товара Ну Это Рассматривалось А Совсем Противоположная Сторона Рост Производительности Труда То Идет ведет к увеличению прибавочной стоимости. То есть вот такое противоречие, как я отметил Маркс, и он обращает внимание, что предшествующие экономисты его увидели, но как бы споткнулись, не стали развивать. То есть все действия капиталиста, они направлены к чему? Чтобы увеличить прибавочную стоимость, в том числе и рост производительства труда. А стоимость поэтому падает? Не может, она ведет к снижению стоимости. И что мы видим сейчас, у нас сейчас вот такая бурная революция, как во времена Маркса была в машиностроении, сейчас в области электронных устройств наблюдается последние полвека. И мы там видим, что несмотря на общую инфляцию, тем не менее устройства эти дешевеют даже в абсолютных цифрах, не только относительных. Так что это, так вот, ну и что, можете и закончить. И закончить, да. А мы прошли игровую. Быстро. Давайте, ну, один, больше народу посмите, что вот. Тема занятия. Кооперация. Когда организует производство капитальный лист, да, то есть вот на фазе производства, он, значит, заинтересован в росте производительства труда, и в итоге, когда вот эта новая техника, новая технология владевает вот этой отраслью, внедряется, цена рабочей силы, естественно, понижается, да? Вот, если, конечно, в союзе не выступает. Стоимость понижается, вы имеете в виду? Нет. Или про союз, борьба рабочего класса, она влияет на цену рабочей силы. Заплаты – это цена рабочей силы, а не стоимость. Ну да. Да, то есть падает стоимость рабочей силы, вот, но при реализации произведенного на своей фабрике, на заводе товара, капиталист и его посредники заинтересованы увеличить ее цену, и поэтому это дополнительное. Цену рабочей силы? Нет, цену товара по возможности продать дороже. Ну, то есть сначала… При капитализме свободной конкуренции вы можете там жрать чего угодно, но выше общественной стоимости вы товар состаркнете с серьезными трудностями при сбытии, вы его не продадите. Или нет, Виктор? Ну да. Ну а потом, когда, значит, организуется, как вот у нас разоряли промышленность, организуя свободную торговлю с Западом, то есть привозили, значит, Запада искусственно удешеленный товар, то есть по демпинговым ценам это сбивали. Это уже другое. Да, разоряли, соответствующие там отрасли подостки. Ну, на другой стороне, не факт, что по демпинговым. Скажем, производство электроники на Западе действительно было поставлено лучше, и она была действительно дешевле, чем, скажем, вот в году 89-90, она была дешевле, чем советские анароги. Там у нас тоже производились IBM PC, даже ET производились. Вот, западные анароги именно по стоимости в силу более высокой производительности труда были выше. Вообще, Марк Списар, что низкие цены – это та тяжелая артиллерия, против которой не устоит никакая крепостная стена, да? Ну да, имеется в виду. Так что это вот разрушает любые таможенные барьеры, и все это разрушается низкими ценами, кстати, более высокой производительности труда. А она все-таки вот на Западе, у нас, надо сказать, торможение было в области вычислительной техники. С конца 60-х годов наша страна испытывала сильнейшее торможение искусственное, с самого верха исходящее. Но многие там радиоприемники, там что-то магнитофоны вывозили за границу, наоборот, по низким ценам, потому что… Я имею в виду вычислительную технику. Вычислительную, да. В ВМ, это самое. Был взят курс на копирование иностранных образцов, ущерб развитию наших. Это привело к определенным результатам, у нас отстающая. Это, я думаю, результат определенного плана, а не стихийная. Какая-то там… Ну да, это уже пятая колода действия. Это уже не относится напрямую к теме, а тему сегодняшнюю… Ну хорошо, что, я не надо затягивать. Следующий 11-й. Голокооперация. 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 Продолжение следует...